Добрый вечер, good afternoon, good afternoon. Моя задача сегодня рассказать о методе печатания органов, показать, как этот метод развивался, какой современный статус и какое возможное будущее. Но прежде всего большое спасибо за возможность выступить здесь на родине, большое спасибо организаторам Сколково и компании 3D BioPrinting Solutions и руководителям этой компании, доктору Островскому и другим людям. Сегодня я вам покажу, как можно напечатать орган, такой как почка. Будет пять частей доклада, две основные, а вторые – это самое последнее исследование, которое я сейчас делаю в Бразилии. Я нахожусь как визитинг-профессор в Центре информационной технологии в Компинесе. Это Бразилия, мой офис здесь. Вот это будущий технологический парк. Как вы видите, Бразилия сейчас уже вышла на пятое место в мире. Прежде чем начать о задаче, я хотел бы сказать, какие у нас есть возможные пути развития. То есть картина Васнецова «Рыцарь на распутье». Мы можем продолжать создавать искусственные органы и протезы. Тогда логическим выходом будет железный дровосек или робот, или сайборг, как вы хотите назвать. Профессор Селышев, он здесь, занимается искусственными органами и создал насос для сердца, успешно пересадил. То есть это направление успешно работает и развивается и в России, и в других странах. Второе направление решения проблемы функции поврежденных органов – это, конечно, органпринтинг. Это слайд из журнала Scientific American. И вот эта картинка Нобелевского урята Шинья Яманако, который сделал индуцированные клетки столовые. И он уже потихонечку начинает говорить о вещах, которые очень сложные. То есть он говорит о том, что, в принципе, можно выращивать человеческие аутологичные органы в химерах, в свинье. Более того, другой специалист биологии развития Джонатан Слак, он говорит о том, что если вырубить гены, отвечающие за развитие головы, если сделать так называемого ацефала, если его пересадить в суррогатной матери, то все будет легально. Аборт ацефала легален, суррогатная мать легальна, IPS cells – это не столовые клетки, то есть, в принципе, можно будет выращивать органы человеческие в матери. Ну, я не обсуждаю моральные, этические проблемы, но в некоторых странах, включая Японию, химеры уже запрещены. Регенеративная медицина – это очень сложный комплекс. Он включает и генную терапию, и клеточную терапию, и тканевую инженерию. И сейчас впервые по-большому ставится вопрос о тканевой инженерии на органном уровне или органная инженерия, или то, что мы называем органпринтинг. Опять, так сказать, есть три подхода. Первый подход – это использовать органпринтинг. Второй – это представляет профессор Маккериани, профессор Атала и многие другие, как Лора Николсон, Дорис Тейлор, Энн Уйгур. Это берется дециллюризированный орган от трупа или от животного, дециллюризируется с помощью детергенда, практически вымываются все клетки, и потом сажаются аутологичные клетки. Естественно, найти органы сложно, поэтому это, скорее всего, будет ксеногенный материал, возникают вопросы аутоиммунного ответа и возможные вирусные инфекции и так далее. Ну и третий подход, я называю его астралийско-калифорнийский, то есть делается эксплант микросоккуляторного сосудистого русла, либо, так сказать, ин-вива, либо экс-вива, сажается гидрогель. Короче, эта технология не очень. Самое главное в этом слайде то, что авторы из Стэнфордского университета в Калифорнии, в Силиконовой долине, они признали орган-принтинг как один из трех конкурентных методов решения проблемы создания органов. Что такое орган-принтинг? Я обычно использую вот это определение. Это компьютер-эйд или автоматическое проектирование. Естественно, используется робот. И главный принцип – это так называемая послойная биофабрикация или образование структуры или констракции слой за слоем. Единственное отличие от существующих методов rapid prototyping – это то, что мы используем живые клетки и гидрогель. Это очень сложный слайд. Я его попросил у своего шефа бразильского. Он говорит, в общем-то, в одной вещи. Уже с 1985 года существуют методы быстрого прототипирования. Сейчас он называется additive manufacturing. Есть selective lathering synthries, стереолитографии и так далее. То есть вот эти вот abbreviation. Главное, что это уже реальная, существующая индустрия и рынок 1 миллиард долларов. Только для этой технологии. И все они построены на принципе послойного. Но материалы, естественно, разные. Может быть жидкость, порошок, гель, титан, керамика. Все что угодно. Ну и сила в основном используется лазер или другие методы. Следующий очень важный момент – это так называемая третья индустриальная революция. Была статья, целый номер журнала «Экономист», который сказал, что наступает третья индустриальная революция, которая будет основана на принципах трехмерной печати. Ну и естественно, другая революция связана в этом контексте. Вы все знаете, каждый раньше имел персональный компьютер, потом сейчас уже вот эти айфоны. Так вот, персональный трехмерный принтер уже реальность. Причем это реальность не только в Соединенных Штатах Америки, это реальность глобальная, включая фирму «Кипарис» в Звенигороде в России. То есть, и все эти устройства стоят дешевле, чем 3000 долларов. Вот это американское, немецкое. Единственное отличие, вот эта швейцарская машина, она использует принцип стереотографии, а все остальные, это, конечно, фьюз-депозишн модулинг. То есть, это берется филамент пластика и плавится. Более того, когда мы говорим насчет science fiction, я обычно показываю этот слайд. Есть уже четыре компании, которые продуцируют биопринтеры для продажи. Это биофактори «Регенху» в Швейцарии, сверхмерный биоплоттер «Энвижентек» в Германии, ну и две американские компании, это «Сайперио эндскрипт» и «Органова». То есть, орган-принтинг уже имеет реальную индустриальную базу развития. Но не все, конечно, из этих компаний ставят перед собой задачу создать орган. Далее. Если говорить о биопринтинге, то уже существует комплекс разных методов. Ну вот на этих картинках показано пять подходов. Значит, первый подход – это вот эти вот поленицы из полимеров. Можно просто печатать полимеров, ну и потом сажать клетки. Это так называемые двухэтапные подходы. Можно заменить твердый полимер на гидрогель. Можно в гидрогель добавить клетки, но плотность клеток будет недостаточно высокая, и механические свойства будут недостаточно. Можно сделать гибридную технологию, то есть использовать жесткий полимер для механических свойств и гидрогель с клетками. Так вот, например, очень легко напечатать ухо или хрящ. Можно вообще использовать эти сосиски полностью из клеток, так называемый пеллет, погруженные в агрозу, которая потом убирается. Это метод органова. Или можно просто взять сфероиды и втыкивать их в последовательно распыленные слои фибрина. Это наша технология. Короче, биопринтинг – это не один метод. Это совокупность конкурирующих между собой технологий. Зачем нам нужны органы? Зачем нужно печатать органы? Очень просто. Посмотрите на этот график. Вот это количество доноров, которые могут дать после того, как в Америке запретили кататься на мотоциклах без шлема, это количество еще меньше уменьшилось, а потребность растет. То есть это так называемый не «unmet need», то есть классический рынок, когда нету замещения. Каждый день умирает 18 человек в очереди за органами. Можно, конечно, использовать биолиз, но в течение 12 лет это будет стоить системе здравоохранения 1 миллион долларов. Это самый дорогой метод лечения, который, в принципе, приводит к банкротству Medicare в Америке. Если же мы предположим, что орган будет стоить 250 тысяч долларов и мы пересадим 100 тысяч органов, то это получается сохранение для здравоохранения 50% денег и 25-миллиардная индустрия. То есть больные довольны, бизнесмены довольны, правительство или частные организации, которые дают медицинскую помощь, тоже довольны. Выгодная ситуация для всех. Вот это вот слайд, если я хочу, чтобы вы хотя бы что-то запомнили из моего доклада, то вот это вот самый главный слайд. Он, в общем-то, описывает всю технологию. Для начала нужно сделать препроцессинг или создать блюпринт. Нельзя построить самолет, нельзя построить мост, нельзя построить спутник без блюпринта. То же самое нельзя построить орган без блюпринта. Блюпринт — это компьютер-эйд-дизайн, трехмерный, выраженный в виде срезов, чтобы машина могла следовать инструкции. Второй этап — это, собственно, принтирование. Для этого необходим, конечно, байопринтер или робот, который диспенсирует биоматериал. Непоходимо байочернила или байинк — это тканевые сфероиды, о которых я буду рассказывать раньше, которые имеют способность сливаться. Ну и биопейп — это, в общем-то, bioprocessible, biocompatible гидрогель. То есть гидрогель, который можно диспенсировать и который не токсичен. Очень важно сказать, что после окончания принтирования мы делаем не орган, мы делаем трехмерный констракт. А для того, чтобы этот констракт превратить в орган, нам нужен еще один прибор, называется биореактор, то есть перфузионная машина, которая позволяет добавить определенные факторы, которые ускоряют созревание от эрогена. И в то же время должна быть система неинвазивного, не деструктивного биомониторинга, чтобы можно было следить за созреванием органа. Вот, собственно, вся концепция. Как я пришел к этой идее? На нашей кафедре был Бобби Томпсон, такой интересный товарищ. Он изучал развитие сердца. Сердце в начале развития – это просто трубка. Он взял эту трубку, разрезал на колечки и вывернул их. Он там считал, какую роль играет давление крови на пролиферацию клеток. И что интересно, после того, как эти колечки он посадил на силиконовую трубку, в течение очень короткого времени они все слились и стали сокращаться как единая структура. То есть ткани могут сливаться. Ну вот отсюда пошла идея. Если мы возьмем в качестве основного билдинг-блок или в качестве кирпичика для построения тканевый сфероид, если мы последовательно будем втыкивать в слой распыленного гидрогеля, слой за слоем, таким образом, чтобы сфероиды были в плотном контакте друг с друг другом в горизонтальном уровне, и в то же время контактируют друг с другом в вертикальном уровне, то, в принципе, через какое-то время они все сольются и образуется трехмерная структура, в данном случае труба. Интересно, что эта идея слияния тканей, она имеет свою историю. Впервые обнаружил ее Густав Борн, кстати, отец Нобелевского лауреата. Он однажды работал с головастиками, пришла жена, говорит, пора ужинать, он сказал, я занят. В конце концов, жена настояла, на следующий день он пришел и сделал открытие. Оказывается, микродисексированные головастики могут сливаться. Аналогичный эксперимент был сделан морским биологом в Северной королине Хенри фон Петерсон. Он взял морские организмы, спонжи, губки, продавил их сквозь сито, то есть диссоциировал. И через некоторое время они стали сливаться и образовывать такие структуры. То есть, в общем-то, принцип слияния не клеток, а тканей имеет очень интересную историю, основан на солидной биологии. Значит, первый вопрос возникает, почему сфероиды могут сливаться. Есть такое определение, что такое слияние. Слияние – это расплавление вместе, melting together. Для того, чтобы расплавиться, надо стать жидким. Вот это доказательство того, что тканевые сфероиды, они могут округляться, они могут сливаться, они могут обволакивать, они могут сортироваться, они могут распластвоваться, то есть они ведут себя, по сути дела, как жидкость. Но на самом деле, когда я стал беседовать с физиками, они сказали, что это не жидкость. Я говорю, ну если она ведет себя как жидкость, если имеет свойство жидкости, что это такое? Это комплексная жидкость. А другое определение – это виско, эластик, пластик, софтмет, или мягкое тело. Важно не это, важно то, что сфероиды могут сливаться и образовать эти. Но очень красиво показывать картинки, но это все модели математические. А где же реальные, так сказать, результаты? Вот этот слайд показывает, как специалисты в биоматериал науке по биоматериалам реагируют на концепцию создания органов без использования ригидных твердых скафолдов. Они поняли мою концепцию до конца, что в принципе в эмборигенезе, в биологии развития мы все развиваемся без всяких скафолдов, без всяких лесов, без всяких временных поддержек. Почему нельзя делать то же самое? Но отсюда возникает вывод, что в принципе наука биоматериалов по сути дела не нужна. Вы представляете, если в области тканевой инженерии 95% занимаются биоматериалами, и я говорю, что можно сделать орган без биоматериалов, вы представляете реакцию? И представляете реакцию редактора журнала? Но я считаю, что он сделал гениальный ход. Он сказал, что если вот эта ткань может быть использоваться для создания констракта, то тканевые сфероиды сами по себе являются тоже биоматериалом. Так что я из биолога развития стал специалистом по биоматериалу. Ну и вот наша первая, я называю, забойная статья. Очень трудно было опубликовать, потому что народ не понимал, что мы делаем и зачем. Мы взяли тканевые сфероиды, положили их в разные гидрогели, с разными механическими свойствами. Я попросил, чтобы сделали математические модели с двумя неблагоприятными выходами, когда у нас спадается все, и клетки разбегаются, когда колечки разрываются, и оптимальный вариант, когда колечко стабильное или торус. Как видите, мы получили практически все результаты. Вот здесь тоже похоже на разрыв. И полное это. Опять народ недоволен, говорит, это двухмерная структура. Я говорю, торус, как меня учили в России, по определению, это трехмерная структура. Нет, это один слой. Вы хотите три слоя? Да. Я покажу вам дальше. Значит, есть две характерные особенности в слиянии тканевых сфероидов. Первая особенность заключается в том, что в процессе слияния размер уменьшается за счет ретракции. То есть вот если у нас было два сфероида, расстояние такое. Если они слились, то расстояние уменьшается. Поэтому мы не можем сразу использовать клинические модальности, клиническое изображение. Мы должны использовать сначала математическую модель с учетом коэффициента ретракции. Вторая интересная особенность. Если покрасить сфероиды, то они сливаются. Если бы было взаимопролкновение клеток из разных сфероидов, так называемая клеточная миграция, то вот здесь должно бы образовываться желтое свечение. Как видите, слияние сфероидов происходит без клеточной миграции. То есть это типичный физический процесс, движущийся силами поверхностного натяжения. Ну вот, пожалуйста, вам картинка, которая показывает, что можно взять сфероиды, сделать три слоя. Они сливаются, естественно, размер уменьшается, но и везде образуется просвет. Точно так же, как мы и это дело предполагали. Мой брат в свое время опубликовал статью о том, что нету везикул в комплексе Гольджи, все двигается в цистернах. И бывшая жена Нобелевского уриата Джорджа Паллада сказала, что данные товарища Миронова не высечены в камне. Так вот, наша концепция уже высечена в камне в Музее науки в Сент-Луисе. Второй подход. Мы можем сделать трубы из сфероидов, которые не имеют просвета. Но, конечно, диаметр этих сфероидов ограничен. Если мы хотим сделать более мелкие диаметры, то надо использовать сфероиды с просветом. То есть мы взяли Аллан Туис, предшественник пупочной вены в мышках, сделали сначала сфероиды, потом добавили ростовой фактор эндотериальный, васкроэндотериал Гроуфакторс, и опять пошли к математикам. И мне сказали, что, Владимир, вот смотри, тут раз, два, три, четыре слоя. Теоретически на основании теории терминодинамики это невозможно. Я говорю, Адриан, мы уже эксперимент сделали, делай свою модель. Короче, он сделал свою модель, теперь говорит, мы предсказали с помощью математической модели, что можно сделать слияние. Видите, как постепенно эти четыре слоя элиминируются и образуется один сфероид. Если из двух сфероидов мы могли сделать один большой, то, в принципе, можно взять четыре сфероида, или сделать линейную структуру с просветом, или ветвящуюся. То есть мы можем сделать сосуды среднего диаметра, большого диаметра, и ставится задача создания всего сосудистого дерева. Вот это очень интересная картинка. Она очень похожа на классический метод сосудистых слепков. То есть когда кровь в сосудистой системе отмывается, туда вводится полимер, он полимеризуется, и потом вся ткань умывается. Классический метод анатомии. Так вот это напечатанная сосудистая система. Никаких полимеров мы никуда не вводили. Мы просто взяли дизайн и напечатали. Наш вице-президент медицинского университета впервые представил это в американском конгрессе. Это первый случай в моей жизни, когда данные были публикованы сначала в библиотеке конгресса. Поэтому я должен ссылаться на эту картинку. Вот методы математического моделирования. Вот наш коллега Касьянов из Риги на коленке сосчитал, что если сфероиды сливаются, то, естественно, диаметр уменьшается. Есть такая софтвер, Surface of All World. Она тоже показывает те же самые результаты. Что я хочу сказать? Что если мы хотим сделать сосудистые дерева или органы вот такого размера, то блюпринт должен быть по крайней мере в два раза больше. Ну и вот здесь вы видите опять-таки вот эту модель, компьютерный дизайн сосудистого дерева, который был напечатан с помощью стереолитографии. А вот здесь это начало создания блюпринта для сосудистого дерева. То есть для того, чтобы создать диаметр почечной артерии, необходимо сделать 6 концентрических слоев тканевых сфероидов диаметром где-то 250 микрометров. Для следующей ветви 4, 2 и так далее. Потом уже идут риммунизированные сфероиды. Товарищи в Цюрихе, они сделали такой эксперимент. Они взяли сфероиды, но они не использовали принтирование, просто сделали такой вот молд, канавки, куда засыпали сфероиды. Оказалось, что через несколько недель, видите, отдельные сфероиды, они сливаются и образуют структуру с механическими свойствами, сопоставимыми с нормальным кровеносным сосудом. Вот это называется proof of principle. А вот сейчас вы видите картинку, которую для того, чтобы ее сделать, надо было просто нажать кнопку принтера. То есть вот это сосудистый сегмент, ветвящийся, который, видите, отдельные сфероиды, вот это просвет. Мы просто нажали кнопку, и робот все это напечатал. То есть когда мне говорят, насколько реально биопринтинг или органпринтинг, я обычно показываю вот эту картинку. Мы составили так называемую ротмэп или план, путевую дорогу, путевую карту. Сначала мы играли, как дети, в лего-гейм, то есть делали всякие возможные варианты, плоские, трехмерные трубки, ветвящиеся и прочее. Потом мы сделали уже крупные сосуды, промежуточные сосуды. Мы сделали восклюлизированный миокард. Другая группа сделала печень. То есть в принципе где-то в 2010 году вот эти все игры закончились и ставится вопрос о создании органа. Согласно прогнозам Американского совета национальной разведки, такой амбренной организации, которая объединяет все разведенные организации, в 2030 году будет напечатан первый орган, достаточно простой. То есть это уже не мои, так сказать, данные американской разведки. Как можно напечатать печень, исходя вот из этого метода, в качестве примера? Ну мы берем сначала три типа сфероидов. Один, так называемый, солидный сфероид. Зеленые – это гладкомышечные клетки, красные – это эндотелиальные клетки, которые выстилают сосуд изнутри. Печатаем, образуется сосуд, клетки сортируются, образуются эндотелией. Второй – это люминизированные сфероиды. Опять красные эндотелии, зеленые – это гладкомышечные клетки. Они сливаются, образуются сосуд среднего диаметра. Ну и потом желтые – это гепатоциты или печеночные клетки. и красные – это эндотелиоциты, они сливаются, образуют микроблок или микротиссию. Если все это делать последовательно, слой за слоем, если все это сольется, то мы получаем трехмерную, восклюризированную, перфузированную, функциональную печеночную ткань. Только один вопрос возникает. Если размер сфероида 250 микрометров, а размер печени вы сами знаете какой, сколько надо этих сфероидов делать? Уже рукой это уже не сделаешь. Тоже надо переходить на индустриальный уровень развития. Поэтому мой следующий слайд уже говорит о том, что мы пытаемся сделать в России с помощью компании 3D Bioprinting Solutions. Главная задача этой компании – взять все эти разработки, которые были сделаны на лабораторном уровне, и перевести их в индустриальный масштаб, так называемый, сделать Enabling Scalable Technology, то есть технологии, которые позволяют это делать на индустриальном коммерческом масштабе. Обычно спрашивают вопрос, а где вы возьмете клетки? Ну вот есть две компании, одна из них – Сайт Тори и Ферапьютикс. Кстати, Министерство захоронения России уже утвердило использование клеток, изолированных с помощью этой компании в России. То есть все эти клетки можно получать легально. Есть такая машина Solutions, которая, кстати, уже коммерциализируется, General Electric Healthcare стоит где-то 110 тысяч, плюс 15 тысяч, плюс 10 тысяч. Где-то за 5 лет это будет не так дешево. Как делать сфероиды? Ну, есть классический метод висячей капли. То есть берется суспензия клеток, капается на крышку. Под действием силы тяжести сфероиды сначала падают вниз, но капля им не разрешает падать дальше, они образуются сфероиды. Потом за счет вот этой вот дополнительной дырки можно будет собирать. Значит, уже две компании, одна американская, Фриди, Биоматрикс и одна швейцарская, автоматически продуцируют сфероиды. Но объем очень маленький, 384 где-то сфероида. Мы разработали совместно с бразильцами, и сейчас еще пытаемся сделать все это роботизировано, мы разработали систему, когда на одном 96-м мультивеллам можно будет делать 6 тысяч сфероидов. Опять-таки, вот МОЛТ делает ресешн, так называемое углубление, в огорозе, кладется суспензия, образуется сфероид. Вот опять ресешн пустой, ресешн или углубление с суспензией, и вот уже образуется сфероид. Все это можно делать роботически. Опять-таки, я был в компании Invitro, когда я показывал раньше, я был очень горд, когда я побывал в Invitro, это все очень примитивно. Там есть более мощные роботы, более продуктивные и так далее. Но, как уже сказал доктор Сю Джен Вен, это все 20-й век, то есть продуктивность, даже 6 тысяч сфероидов, это не то, что нужно для того, чтобы сделать орган. Технология будущего, это, конечно, Майкл Флюидикс. Я переспрашивал это 10 раз, но специалисты мне сказали, что можно будет делать 10 тысяч капель в секунду. Вы представляете, даже если врут, даже если тысячу капель, то все равно удивительно. Есть уже компании, вот как это образуются капельки. Вот эта система, которую мы пытаемся разработать в Бразилии, это японцы, коаксиальный дроплет-генератор, и вы видите результаты. Когда я был в Японии, я сказал, что это типичный human printing с японским характером. Типичные такие вот азиатские картинки. Как можно печатать? В основном есть два метода. Можно либо печатать постоянно, analog, continuous, или можно делать капельками, называется droplet digital. Вот видите здесь какая-то гранулярность, это гидрогель. Он зеленый, потому что все клетки помечены green fluorescent protein. Если бы клетки были мертвые, то это было бы черное. И вот видите, отдельные сфероиды выходят через принтер. Вот этот принтер уже Сюджин, доктор Вен показывал. Была изначальная мечта, мы его сделали с помощью компании Izumi International на базе дженома принтера. Это фишмановский шприц, это спрееры для, то есть мы в принципе здесь закладываем сфероиды, здесь у нас тромбиновый раствор, здесь фибриногеновый, они сначала распыляют два раствора, когда тромбин контактирует с фибрином, инстантлив, моментально образуется фибрин. И в этот тонкий слой фибрина мы вкладываем сфероиды, и потом слой за слой делается трехмерный орган. Что мы хотим сделать в 3D Bioprinting Solution? Мы хотим создать полную линейку индустриального масштаба производства органов, которые будут включать клинические сорты, вот этот вот гавайский, это калифорнийский, робот, который делает сфероиды, принтер и баореактор. То есть здесь начинается клетка, здесь кончается орган. Ну а теперь позвольте мне коротко сказать то, что я сейчас делаю в Бразии. Значит, я уже вам сказал, что в нашей области есть много людей, которые представляют науку биоматериалов, и естественно, что они хотели бы совместить так называемый подход Directed TCU Self-Assembly или bottom-up с солидным скафолдом, с твердым скафолдом. Но я сначала думал, что это в принципе несовместимо. То есть как так можно и сверху, и снизу, твердое, и мягкое. Оказывается, все можно сделать. Значит, мотивацией для этого было еще один факт. Когда сфероиды долго держать специальными растворами, то есть когда, например, столовые клетки дифференцируются в хрящевые или в костные, то образуются хондросферы и остросферы. И механические свойства этих сфер или сфероидов меняются. Поэтому, когда они сливаются, они сливаются, но очень долго. Поэтому нельзя ли придумать способ, когда сфероиды бы сталкивались и держались друг с другом очень быстро. Ну вот есть такой классический метод, разработанный швейцарцем, называется велкро. Я думаю, все фамилии. То есть инспирация является репейник. Это классический случай биометического подхода. Он работал 15 лет, в конце концов разработал технологию, когда у тебя есть крюки и петли. В Бразилии мы начали сначала с такого дизайна. Я сказал, что мне нравятся вот эти морские якори, а вот здесь будут такие дужки, все будет зацепляться. Сделали, не работает. Я говорю, тогда чертовой матери убрать все эти дужки, сделаем более простые, все получилось хорошо, опять не работает. В конце концов, Федерико пришел к идее оставить крюки и сделать так называемый elevated, повышенный пентагон. И это стало сливаться. Потом в Австрии, используя метод туфотон-полимеризации, мы сделали вот эти вот сфероиды размер 150 микрометров. Это световая микроскопия, это конфокальная, это сканирующая микроскопия. Они могут сливаться, как вы видите, и на световой микроскопии. Это разработчик этого метода, то есть метод впервые публикован в 1997 году, разработчики Международный лазерный центр в МГУ, то есть это российская технология. Первый человек, который придумал, как использовать эту туфотон-полимеризацию для создания скафолдов Бориса Чичкова, который работает в Ганноверском лазерном центре, это его ученик, Александр Овсяников, который, в общем-то, и сделал по бразильскому дизайну вот эти вот скафолды. Значит, они могут, как их можно целлюризировать, как можно посадить туда клетки внутрь? Ну, поскольку диаметр пор достаточно высокий, они могут туда проникнуть. Естественно, возникал вопрос, а что будет с крюками? Ну, поскольку во время ретракции сфероидов, видите, вот эта стадия адгезии, а эта стадия ретракции, объемом уменьшается где-то на 20-25%, то эти крюки теоретически должны были вылезти. И вот вам, пожалуйста, данные, теоретически и практически эти крюки вылезают из ткани сфероидов. Таким образом, локебол, как мы их назвали, это микроскафолд, который позволяет преодолеть проблемы быстрого ассамблирования изолированных, ригидных тканевых сфероидов. И, в принципе, технология очень выглядит просто. Вот есть дефект кости или хряща, бросаются туда сфероиды в локеболах. То есть я называю так это сфероиды в локеболах, это как будто мячик в овеске с крюками. Нажимается пальчиком, так просто они не слипаются, надо нажать, и образуется, потом распыляется гель, и больной может идти. Второй подход, который я хочу показать, есть такое направление, называется medical robotics. То есть уже несколько групп поставило такой вопрос, а нельзя ли печатать орган прямо в операционной, не используя вот эту вот инвитро биофабрикацию. Значит, мы проанализировали, какие есть роботы на рынке. Значит, вот американская компания intuitive surgery продает вот этот робот за 2 миллиона долларов, доход полмиллиарда долларов в год, контролирует 75% рынка, рост 25%, никакой конкуренции. Ну, есть, конечно, кое-какие компании, была, на нее купили, что-то пытаются делать немцы, что-то пытаются делать итальянцы, но пока еще ничего нет. То есть, американцы полностью доминируют в этой области. Второе направление стали появляться дешевые роботы. Помните, я вам говорил насчет третьей индустриальной революции, одним из сдерживающих факторов было то, что роботы очень дорогие. Вот этот робот стоит 22 тысячи. Я не знаю, сколько стоят шведский, японский и немецкий Кука. Нам нравится вот это. Почему? Потому что его делают немцы в космическом центре Германии для того, чтобы можно было делать операции в космосе, используя телеметрию. Как можно сочленить медицинскую роботику с нашим методом? Ну, прежде всего, нужно заставить сфероиды летать. То есть, вот это у нас мультивеллы, где образуются сфероиды, вот это селеноиды, и они идут сначала по селеноидам, и потом идут уже в зону дефекта. Как опять доктор Сюджен Вен доказал, в принципе, магнетизированный тисисфероид, это уже не фантазия, а реальность, уже пять статей. То есть, можно метить клетки. Если мы не хотим очень много железных магнитных наночастиц, то можно сделать энкапсуляцию. Есть специальные приборы, энкапсуляторы, то есть, тонкий слой геля с наночастичками, или можно металлизировать и добавить наночастички на вот эти локеболы, и тогда они будут летать. Вот этот робот, который у нас там в Бразилии стоит, швейцарский штобли, он стоит сто тысяч долларов, шесть степеней свободы, длина руки один метр, может держать шесть килограммов, но нам надо где-то резолюцию, вы видите, какая, наш сфероид 300, то есть, наш сфероид 0,3, а здесь 0,0, то есть, резолюция в 10 раз больше, чем необходимо. Значит, вот это мой оригинальный рисунок, я был очень горд, подошел к Федерико, сказал, Владимир, можно, я изменю с точки зрения инженеринга, я говорю, ну давай. Короче, это дизайн, мой, это уже профессиональный дизайн. Есть такое животное, муравьед, или антитер, по-бразильски это Таман-Буа, мы называем этот проект Таман-Буа. Короче, вы видите уже принтер, прикрепленный к швейцарскому роботу, и вот уже результат. Сфероиды могут летать, робот может двигаться, а по трубкам все это может передаваться прямо пациентам. In situ bioprinting. Ну, конечно, это только начало, но мы получили очень хорошие отзывы из Германии, из Калифорнии, из других мест. Ну и, наконец, я бы хотел сказать, что по большому счету тканевая инженерия, органная инженерия это новый этап анатомии. То есть, если раньше анатомия занималась микродиссекцией, микротомы были, электронный микроскоп, то есть, так называемый редукционистский подход, то анатомия 21 века должна быть синтетической, то есть, все наоборот. Фейман в свое время сказал, что до тех пор, пока я собрал, не разрывал, я не понимаю, как структура работает. Значит, есть такое определение синтетической биологии, это создание того, чего нет, но с пользой. Вот вам, пожалуйста, пример создания того, чего не существует. Это вот плавающий биоробот, который имеет все три характеристики робота. Имеется сенсор, имеется трансдактор, нервная сеть, и имеется актуатор, мышечная средняя. Значит, Сосай сделал искусственный глаз, доктор Такейчи сделал нейральную сеть, и доктор Хикман сделал нейрально-мышечное сочинение. То есть, это уже не фантазия, можно напечатать животное, ну и игрушки 21 века будут выглядеть где-то вот так. Олимпийские игры будут не роботы бегать, а будут плавать вот такие вот штучки. Ну и в заключении я бы еще раз хотел сказать, что есть два подхода в биопринтинге. Люди все еще хотят делать скафолды, что вполне объяснимо, поскольку можно сделать скафолды, которые индуцируют эндогенную регенерацию без клеток за счет клеток организма. Но more exciting, то есть, более интересный проект, это, конечно, биопринтинг. И биопринтинг это уже сейчас новая область исследований в тканевой инженерии, герканин-безинзии, публикованной в Science в прошлом году. Очень интересно сказал заведующий кафедрой хирургии в Стэнкерском университете, который написал первый учебник по биодизайну, как дизайнировать медицинские девайсы. Он сказал, что нет такой вещи, как Science Fiction, есть только Science Event. Ну и в заключении позвольте еще раз показать журнал Economist, который сказал, что у нас наступает третья индустриальная революция, основанная на дигитализации Manufacturing на основе трехмерной печати. Вот как Economist видит принтеры во время операции, уже простые ткани, такие как кожа, мышцы, уже печатаются и органы могут напечатать. Это опубликовано в Economist, это уже не мои слова. Ну и вот мое Affiliation, я должен поблагодарить сотрудников из Бразилии, из США, включая присущего здесь доктора Уэна, из Австрии я был три месяца на Sabbatical, из Греции, куда я поеду на три месяца, они тоже делают локеболы, мой долгий коллаборатор Владимир Касьянов из Латвии, это бразильский центр, это Виржинский Commonwealth Institute, это институт электроники, в Звениверде, это технический университет Вены, и это компания, которая ставит перед собой задачу создать вот эту линию по производству органов. Значит, кто финансировал? NASA 5 миллионов, NSF сначала 5, потом 20 миллионов, FAPESP, это Сан-Паулу, и CNPQ, это федеральное агентство Бразилии. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, да. Скажите, пожалуйста. Спасибо. Блестящий доклад, но у меня один вопрос, который все-таки оставляет меня в скепсисе. Нервная ткань, как будет в эти скафолды ваши подаваться. Дело в том, что если не будет у нас нервной регуляции, если не будет нервной ткани, она фактически везде есть, то как они работать будут? А когда почку пересаживают, как вы думаете, почка иннервирована или нет? Иннервирована, иннервирована. Почка? Нет, но она прорастет и прочее. У вас эти возможности предусмотрены, что она прорастет? Во-первых, почка, которую сейчас пересаживают, она денервирована и работает нормально, а потом прорастает. Во-вторых, если посмотреть вот на этот слайд, вот здесь как раз показано, куда я заскочил, здесь показано neural network, сделанное из сфероидов, из нервных клеток. Так она соединится с нормальной, это нервной. Вы видите соединение здесь, вот они соединяются. Так, второй вопрос. А вот это все, значит, напечатано, это я понимаю все хорошо. Животным это хотя бы каким-нибудь было вживлено и работало или нет? Или это только все, значит, еще будущая задача? Мой наглый ответ обычно такой. Если бы кто-либо пересадил это сначала животным, потом человек, он бы докладывал в каком-то северном городе в стране Швеции. Никто пока ничего никому не пересаживал. Сделали хрящ, сделали кожу, даже инвиво сделал оттало и, по-моему, еще сделали вот эти фрагменты сосудов. Но даже при клиникал на животных пока еще ничего не делал. Никто не делал. И какие перспективы? Когда вот в общем можно прогнозировать когда будут все-таки эти предклиникал сделаны? Потому что пока предклиникал не сделан, ну, сами понимаете, отношение, скажем, врача, даже биолога к этому делу. Американская разведка считает 2030 год. Ой, не доживу, спасибо. То есть это перевод такой, что это не 3-5 лет и это не 25-50. Это где-то посередине 15-20. Ну, отсюда если сегодня у нас 13-й год, то 17 лет. спасибо. То, что говорит, да. Спасибо. Скажите, пожалуйста, каково время жизни клетки в составе сфероида? И, ну, вот, чтобы напечатанный продукт можно было назвать органом, ну, чтобы который функционирует какое-то время, нужно установление межклеточных контактов. Вот какой процент клеток в сфероиде вступает в образование контактов друг с другом межклеточных? Размер сфероидов определяется двумя факторами. Чем больше диаметр сфероида, тем меньше времени тратится на напечатание органа. То есть, если диаметр сфероида 1 мм, то напечатать 5 см орган очень быстро. Но, чем больше диаметр сфероида, тем больше вероятность гипоксии и апоптоза в центре сфероида. Экспериментально с помощью таких вот методов, как визуализация hypoxia induced factor с помощью флуоресцентных белков определено, что оптимальный диаметр где-то 250 мкм. Если делать больше, то возникает гипоксия. Выживаемость сфероидов, вы видели данные доктора Сюджена, там 2-3 клетки, то есть, от того, что клетки находятся либо в сфероиде, либо в тканевом конструкте, их выживаемость особо не зависит. От чего зависит выживаемость? От наличия внутриорганной ветвистой сосудистой системы. как показал Нобелевский уряд Август Крок, расстояние между капиллярами должно быть 100 мкм, так называемый радиус диффузии Крога. Если у вас расстояние больше, то клетки начинают умирать. Поэтому очень важно, прежде чем начинать печатать любой орган, научиться печатать сосудистые дерева, что мы и показали. Большое спасибо, еще вопрос. Собственно, достигается сейчас этот радиус 100 мкм в той сети, которую вы можете распечатать? Радиус 100 мкм это на уровне капилляров. Опять же, он зависит от сердца, от жировой ткани и тому подобное. Как вы заметили, про капилляры я вообще не говорил. Почему? Потому что была статья Дэвиса и Вайнстайна в Nature, которые показали, что если взять эндотерральные клетки, положить их в коллагеновый или фибриновый гель, они начинают этот гель есть, образуются вакуоли, вакуоли растут, клетки подходят друг к другу, сливаются, образуется капиллярная сеть. То есть капилляры создать это не проблема. Проблема создать другие, потому что от почечной артерии, например, до капилляра 12 порядков ветвления. Поэтому когда люди говорят о воскулилизации, говорят только о капиллярах, они то ли не знают анатомии, то ли прикидываются какими-то чудаками. Если не сделать все дерево, причем с механическими свойствами такими, чтобы хирург мог это пришивать, и чтобы когда подключили к системе пациента, не было никаких кровотечений и разрывов. Вот в чем задача-то. Просто воскулилизация на уровне капилляров, это в принципе делать нечего. Ну понятно. Еще один вопрос хотел задать. Моя компания, тоже Веденсколкова, занимается разработкой метода нанотомографии, то есть это как раз редукционистый метод, где мы на наноуровне снарезаем микротом, мы каждый срез смотрим, в том числе в заморозке, то есть для гелевых материалов. Вот мы опустим такие трехмерные картинки с разрешением десятки нанометров. Насколько эти технологии могут быть комплементарны и использоваться для контроля ваших трехмерных структур? Я не стал в это дело вдаваться, но в общем есть три подхода в создании блюпринта. Первый, самый трудоемкий, это просто взять орган у трупа и взять машину из универмага, которая режет колбасу и делать серийные срезы, пока у нас не получится полная реконструкция. Но этот мертвый орган, он уже неперфузируемый и он не учитывает коэффициент ретракции. Но в принципе такие данные неплохие. Более того, не обязательно делать всю реконструкцию органа, поскольку органы у нас повторяемы, то есть есть структурно-функциональные нитки, если сделать реконструкцию маленькой структурно-функциональной нитки, то ее потом в компьютере можно навесить на все сосудистое дерево. Второй подход, который используют например австрийцы, они говорят, ну вот есть правило ветвления сосудов, то есть отношение материнского сосуда к дочернему такое-то, диаметр отношения такое-то, толщина такое-то, угол ветвления такое-то, правило ветвления дихтомическое. И не зная, не глядя на сосудистое дерево, можно его воссоздать. Ну совсем не совсем правильно. Следующий этап, они берут имидж, то есть изображение настоящего сердца, берут правило ветвления и заполняют вот это виртуальное объем сердца с помощью правил ветвления, то есть создается система, и потом она проверяется таким образом, чтобы каждый участок вот в этой трехмерной структуре имел тот же самый уровень оксигенации. То, что мы делаем, мы делаем что-то такое среднее, то есть мы берем изображение и данные настоящего, я, например, 20 свиней ради этого купил, делал микродиссекцию где-то до 4-6 ветвления, дальше уже не могу, я не микрохирург, вот, и анализировал и диаметр сосудов, и толщину стенки, и угол ветвления и тому подобное, но это можно сделать с помощью, вы знаете, очень других методов, вот, то есть в принципе надо знать реальную анатомию, надо владеть методами компьютерной науки, и надо все это дело перевести в такую, то есть надо все эти изображения перевести в инструкцию для принтера, это называется STL-файл, вот в чем игра, вот такой блюпринт. Спасибо. Спасибо, два вопроса, пожалуйста. Первый и второй. Скажите, пожалуйста, какие гидрогели вы использовали для сфероидов? Мы использовали фибрин, то есть вот на принтере, который мы показывали сегодня, две фасунки, одна заполнена с тромбиновым раствором, другая с фибриногеновым раствором, когда они сначала распыляются тромбин, потом распыляется фибриноген, моментально образуется фибрин. Есть другие гели, мы сейчас работаем на фотосенситив гидрогелии и так далее, но коллаген не особо удачен в этом отношении, гиуроновая кислота, вот кандидат, особенно если она фоточувствительная, то есть есть набор гелий, но для данной технологии чем хороший фибрин? Полимеризуется быстро, нетоксичен, натурален и он сакрифишен, то есть он может уйти и можно о нем забыть. Про гиуроновую кислоту сразу продаю мысль или даже практику, не очень удобно, клетки там не живут, но это ладно. Клетки там живут, если добавить ажистии. не больше суток. Клетки в гиуроновой кислоте живут, есть компания Extra Cell, которая продает специальный гель. Если добавить желатин или RGD, то клетки там живут и живут очень хорошо. Ну, значит, это не только гиуроновая кислота, ну, суть не в этом. Получение сфероидов в тисию калчи, это известная как бы вещь, добавляют факторы роста, определенные типа факторы роста, фибробластов, эпидермальный фактор роста получают эти сфероиды. Да, в культуре плавая в культуре в супернатанте, они могут находиться какое-то определенное время в виде сфер. В дальнейшем, если есть адгезивный пластик или адгезивный носитель, они прикрепляются к этому носителю, меняют свой фенотип и начинают дифференцироваться в ту или иную ткань. Вы, когда на костной ткани поместили в некое вложи, пальцем, как Вы сказали, достаточно прижать, заполнить это все фибриновым клеем, то есть поместить сфероиды в некий гидрогель. Дальше каким образом Вы идентифицируете фенотип этих клеток? Меняется он или не меняется? Получаете ли Вы то, что Вам нужно? Во-первых, наши сфероиды ни с каким пластиком не контактируют. Обычно один сфероид имеет 15 соседей и все из них эти соседи сфероиды. Так что проблем с пластиком у нас нет. С точки зрения как быстро все это созревает это зависит от конкретной ткани. Например, американцы уже показали, что если взять хрящ, измельчить его на маленькие кусочки, поместить в тот же самый дефект, который я Вам показал 6 месяцев продается ровальный хрящ. Пластик это я как пример. Понятно. То есть они приобретают фенотип той подложки, на которой Вы помещаете. Механические, гистохимические и так далее. Через 6 месяцев. Хорошо, спасибо. Большое спасибо. Еще здесь был один короткий вопрос. Сейчас я подойду к Вам. Владимир, у меня такой вопрос. Мне недавно попала статья, в которой Вы говорили о том, что возможно накормить людей выращенным соответственно мясом, назовем его так в кавычках, выращенным на 3D-принтере. Так ли это? И собираетесь эту работу производить? Это идея, у нас была статья Invitro Mid Production и большой обзор. мы считаем, что биофабрикация это парадигма производства 21 века. Можно делать кожу, можно делать мех, можно делать мясо, все что угодно. Принтер для того, чтобы делать мясо, то же самое, как собаки пятой ноги. и писал об этом Габар Фогач, мой соавтор. Он сейчас создал компанию Меду, не знаю, как называется, получили 300 тысяч долларов и пытаются сделать мясо. Очень дорого и принтер не нужен. Можно сделать сфероиды, бросить их в микровеллу и, пожалуйста, у вас гамбургер. Никакие принтеры тут не нужны. У меня, наверное, вопрос в продолжении уже того, что было, обсуждалось. Да, действительно, согласен с вами. Ангиогенез, воскулиризация, наверное, проблема номер один для создания полноценной ткани. Вы превратили пример с печенью, да? Мы знаем, что в печени достаточно сложная система кровоснабжения, то есть есть венозное русло, артериальное русло и плюс еще... Два венозных. Да, два венозных. И плюс еще, скажем, я не говорю за капиллярную систему, естественно, они прорастут сами, так же, как и желчные капилляры межклеточные, гипотоцитарные. А вот есть ли отсюда вопрос различия при моделировании венозного артериального русла, да? И второй, как бы, вытекающий вопрос, если вы моделировали печень, учитывали вы моделирование желчеобразующего и выводящего дерева? Или это пока что еще до этой стадии не дошли? Ну, если посмотреть на анатомию желчевыводящих путей, они, в общем-то, фрактальные, то есть их моделировать намного проще. А с точки зрения венозного, ну, если, например, в почке, то, что мы делаем почку пока, диаметр почечной артерии в четыре раза больше, чем диаметр, диаметр почечной вены в четыре раза больше, чем диаметр почечной артерии. Ну, соответственно, коэффициент, естественно, ветвление немножко другое и тому подобное. А морфологически по типу клеток? Для венозного артериального русла есть какие-то различия в рецепт? Естественно, естественно. Есть гладкомышечные клетки артериальные, есть венозные, То есть вы это учитываете? На данном этапе нет. Но это следующий этап. Сначала дайте нам сделать возможность сделать геометрию. Дайте нам возможность показать, что эта геометрия позволяет ткани существовать. Но если у нас будет давление, например, в венозной системе одно, а в венозной другое, то, естественно, клетки адаптируются. Тут даже ничего делать не надо. Понятно. И, наверное, такой простой-препростой вопрос. С каким количеством на сегодняшний день то, что уже существует, видов сфероидов, ну, соответственно, типов клеточной массы может работать принтер? Два, три, десять? Ну, можно работать с одним нозлом, каждый раз менять вот эту трубочку, которую... Я был в Пало-Алто-Ресерч-центр. Это есть такой вот в Калифорнии центр бывшей Xerox. Там есть один китайский ученый, который сделал сто нозлов. Так что сто клеток можно печатать. Но это инк-чет-принтер. Это не диспенсинг. В Португалии сделали, так сказать, ну, знаете, револьвер, русская рулетка. Вот, они сделали такой вот барабан, что можно где-то 12 нозлов менять. Я показал, что, в принципе, трех нозлов пока достаточно, чтобы было сделать. На самом деле, все это увеличивается. Чем больше нозлов, тем сложнее система, чем сложнее система, тем больше шансов, что она не будет работать. коллеги, самый последний вопрос. Я прошу прощения. Время. Вот, когда Вы рассказывали о сборке, вернее, слиянии сфероидов и слиянии клеток, то из Ваших рисунков можно заключить, что клетки там упакованы, плотно упаковываются и, стало быть, имеют вид полиэдров каких-то. Так вот, существует много способов заполнения пространства полиэдрами. Скажем, там, тетраэдры, там, ромбододекаэдры, тетракайдекаэдры. Так вот, вот здесь вот видно, что плотно. Не делали Вы попытку все-таки понять, какая форма упаковки клеток возникает в результате Вашего действия? И как она меняется в развитии? Ведь известно, что даже в нормальном развитии инвитро бывает патология, там, и с нормальной структурой возникает дисплазия, там, метаплазия, лейкоплакия, когда меняется упаковка клеток. Так вот, подошли ли Вы, и является для Вас значимым вопрос о том, какова геометрия решетки, образованной клетками, сливающимися в создаваемую ткань? Для нас этот вопрос не является даже проблемой. Почему? Потому что вот эта модель сделана на основании предположения, что каждую клетку можно аппроксимировать как мыльный пузырек. А потом уже начинают действовать силы появления слоунтажения. Есть уже несколько статей, которые проверили, на самом деле клетки имеют 15 соседей или нет. Они сделали серийные срезы, они сделали конфокальную микроскопию. Да, 15 соседей. То есть вариация зависит не от того, как мы упаковываем, она зависит от вариации в размерах клеток или в размере сфероидов. А принципы поверхностного натяжения заставляют любую клетку превращаться в определенную геморротическую структуру согласно законам физики, которые мы не контролируем, они объективны. Большое спасибо профессору Миронову, потрясающий совершенно доклад, я уверена, что осталось много вопросов. Вы еще с нами какое-то время пробудете, да? До 16. Замечательно, спасибо еще раз. Я хочу пригласить Александра Александровича Потапова продолжить нашу конференцию профессора, академика Академии наук и вице-президента Всемирной Федерации Нейрохирургических Обществ. Работает? Да. Да, Сергей. Добрый вечер. Я, чтобы не отнимать вас времени, поскольку практически мы исчерпали время для панельной дискуссии, я хочу прежде всего поблагодарить организаторов этой замечательной конференции, компанию Инвитера Александра Островского и Гелен Лившиц, которая представляла, представляет здесь компанию Сколково, за очень интересную тему, блестящую идею обсудить здесь возможности регенеративной медицины. В основном, конечно, речь идет о той технологии, которая сегодня блестяще была представлена в серии докладов. И мне кажется, основные вопросы по той панельной дискуссии, которая предполагалась в это время провести, они прозвучали в фантастическом докладе профессора Миронова. Но, коль скоро я, нерий-хирург, предметом моей деятельности является человеческая нервная система, в частности, головной мозг, но сопряженно, конечно, другие составные элементы, оболочки мозга, костные структуры. и если говорить о потенциале регенеративной медицины в части нервной системы, то она принципиально отличается, конечно, от регенеративного потенциала других тканей и органов. И вот мне посчастливилось, что достаточно давно, в начале 80-х годов, я учился в Каролинском университете короткое время, потом была потрясающая статья, инициатором которой были мои коллеги из этого же университета, один из них Эриксон, которые пытались доказать о наличии нейрогенеза в мозге взрослого человека, то есть о потенциале к регенерации не только у эмбриона или новорожденного, но и взрослого человека. Это была взрывная публикация, потом были следующие публикации, которые использовались в магнитно-резонансной спектроскопии, в частности в журнале Science 2006 год, первый автор Монагас, один из них Григорий Яниколопов, наш химик, который долгие годы там работает, который, используя магнитно-резонансную спектроскопию, почти доказали, что мы можем сегодня говорить о работающих, живущих стволовых клетках в мозге здорового человека. Потом появилась серия публикаций, которая опровергала это. Так или иначе, в регенеративной медицине в проблеме один из ключевых вопросов, что мы можем сделать для регенерации нервной системы, есть ли вообще факт регенерации нейронов. И вот в этой теме, мне кажется, здесь масса вопросов, и я думаю, что, наверное, мне должен помочь заявленные здесь участники этой панельной дискуссии, и профессор Миронов, и профессор Новоселов, и, наверное, Сергей Селищев. Я бы хотел ваше внимание переключить на проблемы регенерации именно нервной системы. Какие здесь возможности современных технологий для того, чтобы войти в эту тему? Вполне очевидно, что регенерация периферической нервной системы, она сегодня очевидна. Мы в хирургии современные используем технологии, которые позволяют нам обеспечить регенерацию периферических нервов. Гораздо сложнее ситуация с регенерацией спинного мозга. Здесь мы далеки от каких-то клинических решений. Известно, что регенерация спинного мозга и головного мозга у животных совсем не такая и потенциал не такой, как у человека, даже у приматов и так далее. Но вот вокруг этой темы и как подойти к этому вопросу? Я бы попросил включиться в эту короткую дискуссию. У нас мало времени осталось. Наверное, Гелена нам подскажет, сколько это, 5 или 10 минут. Пожалуйста, профессор Миронов. У нас как раз была такая дискуссия, можно ли напечатать человека. Я говорю, можно, но самая сложная проблема, конечно, мозг и нервная система. Самое интересное, что оказывается, видимо, можно. Почему? Потому что я уже сослался на товарища, на господина Сесая из Японии. Он сейчас публиковал несколько статей в Science, в Nature, где он говорит о принципах самоорганизации. То есть, он, в принципе, уже сделал многослойную кору головного мозга. Насчет других отделов нервной системы, нейрогенез, Neural Tissing Engineering, уже часть исследований, есть мощные группы в Америке, которые работают над этим. Но, опять-таки, все хотят скафолд, все хотят инструктивный скафолд. Я думаю, что, если использовать принципы селф-организации, то, в принципе, нервную систему и все ее центральные периферические системы можно сделать за счет принципов самоорганизации, если иметь правильные клетки, если их правильно расположить, если их подвергнуть правильным механическим или другим воздействиям. То есть, я очень верю, что это можно сделать. Другое дело, наверняка намного сложнее, чем печень или другие ткани. Спасибо большое. Профессор Новоселов, будь любезна, нам организаторы поставили четыре вопроса для дискуссии. По сути, на второй, третий, четвертый мы уже получили ответ. Первый. С чем может соревноваться технология биопринтинга для нервной системы? Какие другие технологии могут конкурировать с будущим для регенерации нервной системы? Ваша точка зрения? Какие? Можно я попытаюсь спровоцировать ответы на этот вопрос? Вот сегодня известно, что для того, чтобы улучшить кровоток, локальный мозговой кровоток, нужно резко усилить метаболизм в этой зоне за счет активации функции. И то, о чем сегодня говорил профессор Вен, что при травме мозга можно подсадить туда некую конструкцию, которая восстановит сосудистую сеть. Так вот, стимулировать локальный ангиогенез можно путем электромодуляции. И сегодня эти технологии в клинике работают. Мы можем имплантировать электроды, которые стимулируют периферические нервы, и локально увеличить кровоток и стимулировать ангиогенез. Здесь решение уже есть некое. Доказано, что эти же технологии стимулируют и восстановление аксонов. Либо за счет спрутинг-эффекта, либо прямого прорастания. Проблема в том, что там уже быстро образуются глиальные рубцы, и прорваться этому аксону не удается. Все-таки есть какие-то альтернативные технологии, которые могут способствовать регенерации нервной системы и, может быть, заместить необходимость искусственного принтинга некоего нейронально-глиально-сосудистого конгломерата. Вот что и сегодня может быть альтернативой? Так сформулирована задача здесь, первая задача в нашей панельной дискуссии. Знаете ответ на этот вопрос? Я думаю, что можно использовать электрокондуктивные опять-таки скафолды, и над этим работают в МАЙТИ. Роберт Лангер придумал электрокондуктивные скафолды. Но вот это желание постоянно контролировать, направлять и тому подобное, я считаю, это, так сказать, от неверия в возможности микросистем самоорганизоваться. Да, можно использовать электроиндукцию, но если у вас пустое место, как у вас плавать будут, прыгать, то есть нужен какой-то субстрат, или гидрогель, или скафолд, либо просто в нашем случае мы просто заполняем пустое место клетками, и потом они самоорганизуются. Спасибо. Там кистозно-атрофические изменения, которые завершают любой процесс деструкции, и там действительно прорваться очень сложно. я думаю, что вот прав доктор Вен, который сказал, что нужно на ранних стадиях до развития этих кистозно-рубцовых изменений ввязаться в проблему, но, к сожалению, там возникает другая ситуация, любой структура мозга реагирует на любое повреждение отеком, ишемией, как ни странно, и гиперемией тоже, и создает масс-эффект, и ввести туда еще дополнительную ткань, гелеобразную и так далее, это просто усилить масс-эффект, и все закончится плачевно. Поэтому здесь везде натыкаешься на некое своеобразие нервной системы с точки зрения механизмов повреждений, с точки зрения регенерации. Может быть, у вас есть какая-то точка зрения? Спасибо за предоставленное слово. Я все же не буду говорить про нервную систему, потому что я по образованию инженер-физик в области электроники и представляю Зеленоград, центр микроэлектроники России. И я хотел бы подчеркнуть две вещи, может быть, отвечая на вопрос номер два – биопринтинг, проблемы или задачи. Хочу обратить внимание, что те проблемы и задачи, которые стоят перед биопринтингом, они очень сильно коррелируют, очень похожи на те задачи, которые стояли в свое время при создании электронной промышленности, мировой я имею в виду, от простых схем к сложным и так далее. Успех коренной базировался на том этапе, когда стало понятно, что нужно полностью автоматизировать весь процесс производства и проектирования интегральных схем. Вот на этой концепции мы познакомились с профессором Мироновым, обсуждали эту концепцию с нескольких неоднократно и я хочу обратить внимание на тот слайд, который показывал профессор Миронов и так далее, где именно показано, что нужно создавать технологические линейки. Иными словами, мы находимся сейчас в таком временном что ли месте, когда нужно создавать фабрики, я подчеркиваю, не лабораторные установки, которые как мы показывали, а именно фабрики, которые делают соответствующую продукцию, только тогда будет успех. Я надеюсь, что фирма 3D Bio с руководством которой мы тоже обсуждали эти проблемы, она тоже направлена в эту сторону. Ну и я хотел бы уже близки к завершению вернуться к первому докладу, который делал Геннадий Николаевич, мне он очень понравился. И если отбросить как там обмениваться данными, можно сформулировать, а в чем собственно отличается процесс развития высоких технологий медицинской техники в медицине в целом от, например, процесса развития хай-тека в области электроники. В электронике мировой и нашей отечественной всегда был один заказчик. Это Министерство обороны с разными временами. И этот заказчик был постоянный. И он все время делал заказы сделать одну систему, потом другую и так далее. Это был первый этап развития. И только уже следующим этапом электроника вышла, как принято говорить, на бытовой уровень калькуляторы, мобильные телефоны, персональные компьютеры и так далее. Так вот, проблема внедрения и коммерциализации, если говорить, для технологий биофабрикации, она состоит в том, что очень сложно построить вот эту процедуру степ-бай-степ развития, и иерархию, что ли, проектов, которые должны последовательно выполняться. И здесь, конечно, без помощи государства не обойтись. Но я надеюсь, что эта помощь она будет и поможет в том числе компанией 3D-био. Спасибо. Спасибо. А я прошу, Елен, ответить. У нас есть еще несколько минут на продолжение? Или мы исчерпали свое время? Может быть, один-два вопроса из зала, чтобы не получилась дискуссия только панелистов? Пожалуйста, давайте три вопроса. Пожалуйста, начальник говорит, три вопроса у нас есть. Пожалуйста, первый вопрос. Нет вопросов. И стащились. Пожалуйста, ваш вопрос. У меня просто небольшая ремарка. Разошел разговор про Министерство обороны и СССР, что оно ромен в этом же сейчас могут и заказывать счастье. Именно кое-какие. Я хочу сказать именно кое-какие. Масштабы совершенно несопоставимы. По масштабу хороший. Другой вопрос, насколько сопоставимо по содержанию в общей стратегии это находится. там больно диковинные вещи описаны. Но с тем оно в эту сторону тоже как-то глядит. Заметите. Я конкретно смогу ответить вам на масштабы. спасибо. Пожалуйста. Ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, какие человеческие ткани можно растить без скафолда уже сегодня? Любые. Спасибо. Еще вопрос. Последний. Нет вопросов. Я еще раз хочу поблагодарить наших докладчиков, участников такой короткой панельной дискуссии и организаторов этой конференции. Я буквально час назад позвонил в Краснодар профессору Парханову Владимиру. Сказал, что у нас сегодня в числе гостей профессор Маккиарини. Он вам попросил передать привет и прислал мне фотографию вашего пациента, одного из двух этих ваших пациентов. У них все в порядке. Так что спасибо всем большое за участие в этой дискуссии. Большое спасибо, Александр Александрович. Мы очень быстрыми темпами продвигаемся к завершению нашей конференции. И я хотела бы коротко пригласить представителей нашего технопарка Сколковского для того, чтобы они рассказали, что уже сегодня возможно делать здесь, на этой территории. Дорогие друзья, у нас быстро завершается, истекает время нашей конференции. Я благодарен организаторам этой встречи за возможность, чтобы представить вам технопарк. И будет, фактически осталось время для короткого сообщения. Я прошу показать наш первый слайд. для тех, кто останется здесь и останется на вручении свидетельств новых участников, это полезно для того, чтобы понять, что можно сделать в технопарке. Для тех же, кто принадлежит к замечательному сообществу репродуктивной медицины, я думаю, что это хороший повод, и я предлагаю использовать эту возможность для того, чтобы подумать, что вместе можно сделать для того, чтобы с помощью лабораторий технопарка дать вам инструмент для дальнейших исследований, и инструмент аналитический, инструмент точный, и инструмент проверенный временем. В технопарке Сколково существует три центра коллективного пользования. Идея их заключается в том, что мы делаем поддержку научно-исследовательских работ с точки зрения оборудования, спасибо, и с точки зрения методики, с точки зрения специалистов, высокого класса профессионалов в этом деле, поэтому в каком-то смысле мы помогаем и освобождаем ученых от необходимости разбираться в технических подробностях тех приборов, с которыми они работают. У нас есть три центра коллективного пользования, как я сказал, это микроанализ, и я с удовольствием представлю чуть попозже вам руководителя этой лаборатории, есть центр оптоэлектроники и прототипирования, часть которого состоит из 3D-принтинга, пока это не биопринтинг, но тем не менее, я думаю, что эта область будет развиваться так быстро, что скоро мы сделаем и отделение биопринтинга. Наши лаборатории, я думаю, что наверное, тех, кого это заинтересует, я прошу зайти на сайт технопарка, он находится на сайте фонда, вы его легко найдете, и там есть центр коллективного пользования, в котором написаны все услуги, которые мы делаем, как мы это делаем, почему мы это делаем, и может быть, почему это вам будет интересно. Я думаю, что после этой короткой вступительной фразы и приглашения всех заинтересованных пообщаться в кулуарах, я представлю вам Владимира Яковлевича Шкловера, это руководитель лаборатории микроанализ, который покажет, что центр коллективного пользования это не только железо, но это еще и возможность проводить как измерения, так и совместные научно-исследовательские работы. Владимир Яковлевич, прошу. Спасибо большое за представление. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я постараюсь коротко рассказать о решении обратной задачи. Сегодня много говорилось о создании биологических структур, трехмерных биологических структур, но создание любой биологической структуры невозможно без того, чтобы увидеть эти структуры. А моя презентация идет дальше? Да, 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 вторую. Я постараюсь очень коротко рассказать о возможности мультимасштабной микроскопии при решении биомедицинских задач. Этот доклад итог многолетнего цикла работ, выполненных в наших лабораториях, в лабораториях компании системы для микроскопии анализа, одна из которых находится в технопарке Сколково. Перечень наших возможностей представлен на слайде. Наши возможности сегодня это 200 метров лабораторных площадей, обеспеченных всеми средствами мультимасштабной микроскопии от миллиметров до нанометров. Это рентгеновская микротомография, различные виды сканирующие и двухлучевой электронной микроскопии, просвечивающие микроскопии. И в своем докладе я бы хотел рассказать о возможности визуализации различных тканей, микроанатомии на клеточном и субклеточном уровне различных тканей и затем обработка трехмерных образов этих тканей и моделирование различных структур. И немножко рассказать о наших планах на самое ближайшее будущее. Когда мы говорим о морфологии тканей, мы все хорошо понимаем, что различные физиологические беспорядки связаны с какими-либо морфологическими изменениями структур. И их визуализация естественно на различных масштабах невозможна. Практически вся современная гистология до самого последнего дня это гистология плоская. А эта картинка как нельзя лучшим образом иллюстрирует тот факт, что не всегда плоская проекция реально отражает трехмерный мир, о котором мы сегодня подробно говорили. Когда мы набираем в гугле трехмерную гистологию, там выскакивает порядка полутора миллиона статей. но почти все они связаны с конфокальной микроскопией. Конфокальная микроскопия хорошо известный эффективный метод, однако он не позволяет детально визуализировать ткани на клеточном и субклеточном уровне со всеми без предварительного окрашивания каких-либо структур. А наша жизнь, она многомасштабна, и если посмотреть на масштаб жизни, то мы видим органы размером в миллиметры и сантиметры, и для понимания их жизнедеятельности нам нужна структурная биология, которая визуализирует жизнь в диапазоне ангстрема. Сегодня наша лаборатория практически полностью перекрывает весь диапазон измерений от миллиметров до долей нанометра до ангстрема. И хотел бы я начать с нашего нового прибора. Это рентгеновский томограф с субмикронным разрешением. Пример на фотографии справа это королевская красная креветка на самом деле имеет размер меньше одного миллиметра. Мы можем визуализировать ее структуру вплоть до долей микрона. Большинство наших задач мы решаем на двух лучевых электронных микроскопов, которые позволяют в режиме режу и смотрю не только видеть поверхность, но и восстанавливать трехмерную структуру биологических объектов. И несколько примеров наших работ связанных с тканями как человека, так и экспериментальных животных. Первая работа была связана с трехмерной реконструкцией печени. Серия поперечных срезов, сделанных в электронном микроскопе с шагом 60 нанометров. На этом слайде указан участок, с которого проводилась реконструкция. Позволили нам показать, что данные, которые мы получаем в растровой микроскопии, сопоставимы и по качеству, близки к качеству традиционной просвечивающей микроскопии, работающей со срезами. Более качественные фотографии есть у нас на ноутбуке, вы можете с ними ознакомиться. А затем на серии последовательных срезов мы восстановили трехмерную структуру клеток печени. Различным цветом показаны клеточные мембраны, ядро, желчный капилляр, кровеносный капилляр. А сегодня очень много говорили о реконструкции кровеносной системы в объеме. Все эти работы выполнены непосредственно в нашей лаборатории на образцах, предоставленных нашими партнерами. Следующая работа была выполнена на фрагменте трахеи экспериментального животного. Аналогично мы сравнивали полученные результаты с результатами полученных в традиционной просвечивающей микроскопии. На слайде слева изображение полученное в темпе, слева изображение полученное в растровом микроскопе, качество сопоставимое и даже в чем-то превосходит его. Еще одна серия фотографий и опять реконструкция. Для локализации участка, который мы собирались реконструировать с клеточным и субклеточным разрешением, был применен микротомограф субмикронным разрешением. В кружках красного цвета показаны участки, которые затем были реконструированы с более высоким разрешением. Вот это меняющий фильм, это серия последовательных снимков. Мы последовательно углубляемся в ткань. Каждый следующий слой это слой с шагом 50 нанометров и затем по полученным данным к следующему слайду можно перейти. по серии снимков мы восстановили трехмерный образ клеточной структуры, с которой мы можем работать, рассматривать в любом произвольном направлении, можем попутешествовать внутри этого среза, понять, как устроен этот срез, а затем провести, поскольку уже объект утрачен, мы можем делать сечение, исследовать субклеточную структуру в любом произвольном сечении и восстанавливать трехмерные связи между клетками и соответственными органами внутри одной и той же клетки. Еще одна работа по трехмерной реконструкции ткани головного мозга. хорошо известно, что многие проблемы связанные с головным мозгом изучают, очень много изучаются и имеется огромное количество работ, но большинство из них это опять же плоские срезы. Мы предприняли попытку трехмерный реконструкции, вот пример такого плоского среза, опять же это визуализация не в просвечивающем микроскопе, мы работаем с блоками тканей и по серии этих срезов нам удалось реконструировать фрагмент ткани головного мозга с клеточной и ультраклеточной структурой. Это фрагмент реконструкции, на которой мы отдельно выделили аксоны и структуру морфологии аксонов. Отдельная тема это работа с кровеносной системой как собственно с визуализацией капилляров и клеток крови, так и исследование с помощью наших методов процессов тромбоза как внутри капилляров, так и вне его на лабораторном стекле. Очень важная тема это исследование ультраструктуры костной ткани, это работа выполнена в нашей лаборатории на микротомографе с субмикронным разрешением. Примеры биомедицинских протезов, исследования импланта, примеры стоматологии, сегодня, в первой части был вопрос по искусственным органам стоматологии. И вторая работа, которая нам очень нравится, процесс биокоррозии, взаимодействия живого и неживого. Мы взяли сплав металла, на котором была высеена культура, и выяснилось, что процесс биокоррозии существенным образом отличается от процессов химической коррозии, поскольку любая биологическая структура начинает развиваться в дефектах, которые вызваны продуктами жизнедеятельности этого биологического объекта. Еще раз мы применили методику трехмерной микроскопии, и нам удалось выяснить, что дефекты находятся не только на поверхности, что повреждается не только поверхность, но эти дефекты уходят под поверхность. И с помощью наших методов мы можем реконструировать поры, возникшие в результате биологической коррозии под поверхностью. Естественно, все полученные образы могут быть затем в дальнейшем обработаны, и в самое ближайшее время, в конце марта 2013 года, мы планируем расширить наши возможности методами фотоэлектронной спектроскопии, которая позволит получать информацию не только об элементном, но и химическом составе, в том числе органических объектов, причем с возможностью построения информации с экстремным разрешением по глубине, реконструируя ее также в объеме, и мы вводим действие просвечивающий микроскоп с возможностью трехмерной томографии уже в нанометровом диапазоне. И наша лаборатория также мы потихоньку осваиваем мощные пакеты по трехмерной реконструкции, обсчету и моделированию процессов в объеме, в том числе на микро- и наноуровни. В том числе потоков жидкостных, потоков газовых, и когда мы сегодня говорили о фрагменте трахеи, то я надеюсь, что нам удастся моделировать течение жидкости на поверхности биологической ткани и взаимодействия с газовыми потоками. вот вкратце все. Наши перспективы это развитие методов микроскопии в условиях естественной среды, развитие методов криомикроскопии и развитие методов компьютерного моделирования и симуляции. Я благодарю всех за внимание. Спасибо большое. Большое спасибо. Методов визуализации и микроскопии в частности, конечно, заслуживают отдельного совершенно разговора, отдельной конференции, но наша задача была показать, что это то, что уже сегодняшний день в Сколково есть. Для самых терпеливых мы подходим к завершению нашей конференции. У нас есть маленькая презентация. Будьте любезны, мои слайды включите, пожалуйста. Там будет две вещи, пока слайды включаются. Значит, первая часть, она такая официальная, напомнить всем, кто успел забыть, чем мы в Сколково занимаемся и вручить сертификаты и кирпичи нашим новым участникам. И такой совсем самый конец это то, что я привезла с собой с американской конференции FutureMed. Это не совсем относится к регенеративной медицине. Меня, честно говоря, просто распирало этим поделиться. Я решила, что всякая хорошая шхелезада должна заканчивать на самом интересном месте. Поэтому не показаю, что это место самое интересное. Я хочу вам быстро показать кое-какие штуки, которые поразили мое воображение. Поэтому для тех, кто дотерпел, я думаю, она стоила того, я надеюсь. Листать чем? Листать слайды? Вы листаете или я листаю? Есть кликер. Окей. Здесь вы видите координаты моего начальника, руководителя кластера Мара Кадзикова. Это, может быть, кому-то нужно, но не суть в этом. Так. Миссия, о которой говорилось. Дальше некая конкретика. Конкретика здесь написана на английском языке, потому что предполагаю, что будет говорить Марак. Он еще русский не освоил. Тем не менее, из конкретных написанных здесь вещей, компании, которым сегодня вручается сертификат, получат возможность, и отчасти они уже и воспользовались, бесплатной научной и бизнес-экспертизой их идей. Они, конечно же, получат все налоговые льготы, льготы, связанные с таможенными платежами, с наймом работников, которые предоставляются сколковским участникам. Компании будут получать от нас бесплатно максимум наших знаний о том, как развивать бизнес, коммерциализовать их технологии. Они смогут обратиться в наш центр интеллектуальной собственности, когда им понадобится патентование или другие формы защиты их интеллектуальной собственности, как в России, так и за рубежом. Со сколково, как вы знаете, возможно и финансовая поддержка грантовая становится все более конкурентной, скажем так, тем не менее, она все еще возможна, и также мы стараемся привлекать венчурный капитал. Мы делаем образовательные программы, пример тому сегодняшняя конференция, и одна из важнейших наших задач это диалог, диалог между инноватором и регулятором, между государством и коммерсантом. Все эти замечательные вещи с нашей помощью получат следующие компании. Компания Immunoslide, будьте любезны, если есть представитель, выйдите к нам и получите сертификат и кирпич. Будьте любезны, поздравляем вас. Компания лазерная нанохирургия, компания Первый онкологический научно-консультационный центр, компания Селекторус, компания Тесмобайл, компания Центр исследования инфекционных заболеваний и последняя компания Эфтек Био. Пока компании получают свои сертификаты, я хочу вам показать маленький кусочек будущего, медицинского будущего. Это медицинское будущее основывается на законе Мора. Это известный закон, который был сначала открыт в отношении IT-технологий, связан с тем, что каждые два года происходит двукратное увеличение компьютерной мощности. и выяснилось, что этот экспоненциальный рост можно применить и к другим технологиям, в частности, к тому, что происходит с увеличением количества данных, накапливаемых нами в отношении биологических объектов и здоровья. Мы, действительно, сегодня говорилось, третья индустриальная революция, или еще это называется сдвиг, шифт. С чем он связан? Он связан с радикальным удешевлением многих вещей, с удешевлением секвенирования генома, с возможностью анализировать огромное количество данных, 8000 экзобайтов данных к 2015 году, только в области напечатанных работ. Также с тем, что развиваются способы анализировать это огромное количество данных, это artificial intelligence, или, как мы это называем, системы принятия быстрых решений и быстрого анализа. Удивительная вещь, это возможность делать гаражную фармакологию, как ее сейчас называют. Это эпоха, когда ребенок может заказать через интернет многие вещи, которые еще недавно были возможны только на уровне НИИ, и сконструировать, скажем, новую, светящуюся, флюоресцентную шерихию колли за 10 долларов. Возможности, которые предоставляют нанотех, клеточные технологии и то, о чем мы говорили сегодня. Видео. Это маленькое видео, делает компания Сканаду, это калифорнийская компания, которая представляет то, как в скором времени, по их мнению, уже через два года будет выглядеть первичное звено медицинской помощи. Идет на английском, но я прокомментирую. Если бы человек мог не волноваться, узнавая, что с ним происходит, а идентифицировать свое состояние самостоятельно, насколько было проще. А, это розеола, можно остаться дома. Что, если бы человек мог узнавать через свой имейл, где происходит сейчас ближайшая к нему вспышка инфекционного заболевания, куда ему не стоит ходить. И одновременно мог бы заказать свой визит к врачу. Что, если бы мы узнавали, что с нами происходит мгновенно? А way to get all of the information you need to understand the situation. Температура, дополнительные симптомы, анализ мочи дома. И, в серьезных случаях, вы бы знаете когда и где с этим. Ситуация более серьезная, необходимо обратиться к врачу, показано, куда ехать и сколько минут до ближайшего госпитета. Мы строим а way for people to check their bodies as often as they check their e-mail. Компания, которая обеспечивает возможность человеку проверять свое состояние здоровья так же часто, как он проверяет свою e-mail. Но еще на самую закуску несколько вещей, которые уже на рынке или почти на рынке. Так, это был не конец моей презентации. Конкретные устройства, которые помогают реализовать ту концепцию, которая была показана в этом видеоролике. Все, что вы здесь видите, приделывается к смартфону. Это атоскоп, дерматоскоп и микроскоп. Позволяет производить у постели пациента разнообразные манипуляции, кардиограмма, кто захочет поиграть, у меня такая штука даже есть с собой. Все 12 отведений можно снять без всяких проводов первый подтвержденный FDA-прибор, который доступен к продаже в Америке. Опять, смартфон, в данном случае английское изобретение, возможность определить наличие в моче с помощью смартфона маркеров, инфекции, заболеваний, передаваемых половым путем. Еще одно электронное устройство мониторинг глюкозы в крови. Для диабетика незаменимая вещь, вместо него рассчитывает калории, рассчитывает инсулиновые единицы, помогает соблюдать диету и режим введения инсулина. Следующий. Более сложная система это целая лаборатория на сотовом телефоне, флюоресцентная микроскопия жидкостная. Микроробот, третья стадия клинических испытаний. Капсула, известная вещь для эндоскопии, но в данном случае это капсула, которая не просто снимает желудочно-кишечный тракт, она отличает подозрительную ткань от нормальной и берет кусочек ткани на исследование. Возможность биопсии. Ультразвуковой датчик, становящийся все более компактным и все более юзерфрендли. То есть на сегодняшний день в представленных образцах не только врач может произвести ультразвуковую диагностику, но и сам пациент с помощью систем быстрого принятия решения может иметь третий глаз, чтобы посмотреть внутрь себя. Ну и, конечно, то, о чем говорили мы сегодня. Need an organ, printed. Вам нужен орган, напечатайте его. Большое спасибо всем, кто был сегодня с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...